так еще мы успеваем вот это вот это тоже очень важно мне понравится когда ребята сергей дороганов один из немногих у меня таких помощников родной обчелся первый понятно алексей виноградов теперь сергей дорога ну еще мой брат да и все пожалуй то есть остальные просто смотрят чем-то помочь россии стране садоводству пока не кто еще одни сказочки из подмосковья пишет сергей предлагает саженцы персик колонна уникум минус 40 вот сразу но почему в школе нельзя детям сказать не выдерживать персик минус 40 ладно был бы какой-нибудь гибрид там со сливой или соучивой не выдерживает мы и не выдерживает понимаете до 40 держит и то есть он привитый на это на моростойке подводит на тот же абрикос а вот это броню чистейший мой еще может какой-то год выдержать но эти то никогда почему во первых персика колонна на свете не существует нет 200 грамм дальше внимание как мы все с вами будем разбираться я потом про продолжу вначале вы являем эту мошенников вот они уже набрали на выбираем мы хотим абрикосы персиколотами да сейчас найдем абрикос краснощуки повески посмотрите черный принц ну чё я понимаю так что черный принц за 200 рублей сейчас такой дефородки не бывает вот что-то не ценят они свои эти сами ценят да дима стойки плодоносит средней полосе да ну давайте искать где он средней полосе берем например берем например фото черный это учеба а может быть кто-то из этих ой слово прописал сабри кос может быть кто-то из как сказать как сказать просто учителей хотя бы чуть-чуть бы вот хотите увидеть долго искать вот эта фотография давайте теперь посмотрим может она средней полосе быть и плодоносим у меня да у меня есть черный приход давайте смотреть найти изображение в яндексе кто на него претендует все донецкой области ну там еще может быть я думаю я свой привел из этого из кашонской области запорожье может быть а вот начало врать будете дальше просорока этих самых это всё еще это наша еще сказка не закончится и вот дороганов который назвал сказочниками из подмосковья где конечно все все эти все все фотографии с интернета у них нет я попросил их показать не картинки из интернета а фото плодосящего сада их ответ на наконец-то вот ну наконец-то поздравляю сейчас они нам дадут честный ответ и мы все обратимся к ним за черным абрикосом у них черный абрикос черный моего то что и даже я бы не отказался добрый день сергей мы занимаемся производством посадочного материала они фрукта поэтому не даем свои маточным деревьям грозам свистеть и плод носить сантиметр слишком большой чтобы выращивать все на участке она где стадо вращать у вас все это не влезло где вы выращиваете ну трудно было написать откуда дровишки свои фотографии недостаточно фото яблок нашему я даже проверять не буду яблоки то еще подростковида не вырастет вот у нас много понравится цветов и выражает наших прежних заказ то есть кто-то у них купил вот этот черный абрикос до который у них ни одного плода не дал и прислалом эту фотографию за где же она я вижу фотографию с украина как минимум вот постараюсь выкладывать большого отзыва но отзывы начинают обычно сами идет активная сборка заказов бедные заказчики времени не хватает то есть к чему времени не хватает я не понял к сожалению фотографии своих плавочных садов раньше делал недостаточно а теперь самое главное чем я прицепился 40 градусов персики ну скажи что не да персик подмосковье 40 градусов вы не могли вырастить и нет у вас его и фотографии из этого с интернета расскажите где откуда-то сербия испания италия может близко молдова рядом украина рядом а может с кубани ну так напишите с кубани уже ясно чтобы сибиряки вы не будут покупать что они дураки мы не даем своим мазочным деревьям чести и плодоносить да и при всем желании я могу сейчас собрать 100 200 фотографий плодосящего плодопедора я все время режу и заметил я принципиальный сторонник срезать ветки черенки на прививку не со взрослых деревьев там замучаетесь их много не найдешь где устоявшиеся вспоминать их генетика нет молодых с расшатанное мне верят мне верят что если я срезал с 3 двух трехлетнего дерева академик так а я так и делаю то у него не получится не то что дичка он может рассчитывать на 80 грамм на 90 на 100 на 110 ну хорошо если огромный рожай на 60 70 грамм я же все равно не обману но дело в том что у меня зацветает прям питомники теперь у сергея с этим невозможно бороться мы это даже как дети но не хотим мы детей бывает не хотим они все равно вылазит не замечали что во многих случаях дети вылазят сами они спрашивают хотим мы не хотим так и тут зацветают заплоднают деревья на второй третий год и как бы ты чинки не срезал мы срезали что вот эти вот прирост это метр полтора бывает два но тут же рядом цветочное образование они же засветают и еще специально выходите и тысячи цветков отрываете это вы хотите сказать вы кого как это сейчас найти на доход ручка кому батон крошите как там я уже так полу шутя чем лапшу то вешайте сергей дороганов серьезный мужик вы кого это он вас назвал по результате у нас назвал этим сказочником ответили выкрутились все наше время стекло сейчас мы бы еще знаете как это это собой вы боже какая ненависть к этим лишайником ой господи боже мой как просто взять оставим до другого раза сейчас я посмотрю нет горячего письма горячее есть все костер даже персики не нужны вот я когда привозил черенки с украины я их прятал потом в своих статьях в этих сибирских газетах я писал пол шутя я прятал черенки от таможни как только мог приплачивал этим как они называются проводник с проводницом да они прятали у себя вот поэтому я так говорю провез согласно и я прошу считать это признание явка исповинны все-таки я нарушил закон мы еще несколькими годами раньше это была общая страна сейчас сердце кровью обливается что творится меня упрекает что я это самое на чей стороне я я же русский украинец у меня сейчас мои 72 года осталось только одно воевать за будущее за будущее детей чтобы дети росли вот таких садах чтобы не сжигать вот это вот чтобы дерево это вернуть любовь природе да теперь это мой фронт извините донецке я уже опоздал был бы моложе поехал бы и из тех и из тех романтиков ладно только я бы не стал стрелять украинцев не стал я бы стал бы между ними я обойдил рясу попросил бы благословление у любого епископа митрополита у любого настоятеля церкви взял борясь вот и стоял бы между ними чтоб меня стреляли с двух сторон чтоб пойти хотя бы одну жизнь а сейчас вот мой фронт не упрекайте меня что я не стал не на одну сторону и все это мы будем проходить сейчас посмотрим нету чего-то горячего представляете ребята пока этот самый обвиняет в этих как называется мошенниче в обмане представляете человек из моих этих вырастил в моих семечек ну читайте плодоносит яблонь из ваших семян двенадцатый год ну пусть это не сказать что сегодняшнее письмо но это есть три папки волшебные ну и семян 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 объяснить рассматривать, эта мержачка будет Taender у тебя была неsk提 때문 да видам митрополита ахи примана браад спорта будто колитов браад полка проявляется, но я приведу несколько примеров, но это будет в следующий раз, просто мне обидно, что человек поверил, а получил не то, что несъедобное, ну скажем так, не очень вкусное, а ведь вот это вот, память якобы, они вкуснейшие, их можно вместо этого, колкалась в чай вместо сахара кусочки, видите, все, не буду дальше говорить, наше время истекло, тут столько, посмотрите, я примерно меньше половины даже рассказал, но я очень много уделил внимания такому, ну вопросы, они скорее философского склада, действительно, никто нам не поможет, ребята, только мы сами себе, ну что, переходим ко второму этапу, назовем его вопросы-ответы, и расстанемся на 5 минут. Субтитры создавал DimaTorzok